В областной столице исчезли тротуары, остались одни только направления, с грустью констатируют велитяне. Прогулка от дома до работы, учебы или магазина представляла опасность для пешеходов в течение всей зимы. Снег с тротуаров практически не убирался, а мороз превращал разрастающиеся на тротуарной части сугробы в ледяную полосу препятствий. Горожане надеялись, что если не коммунальные службы, то хотя бы весна сможет избавить их от похода в травмпункт. Но, как говорится, не тут-то было. Снежные горы под воздействием весеннего тепла скрыли дно тротуаров под океаном талой воды. И поскольку ночные температуры все еще держатся ниже нуля, утром каждого дня тверетян встречают свежие катки. Пешеходам приходится прокладывать дорогу либо по сугробам, либо вдоль них по скользким узким кольям. По сугробам, по лужам. Не падаете? Ну, пока нет. Скажите, пожалуйста, по таким дорогам возможно вообще пройти? Если только пролететь. Сложно. Голова вон закружилась посреди воды. Не знаю, куда наступить ногой. Скользко ходить, скользко ходить. Вот хожу с палочкой, поэтому. Это третья моя нога. Не пройти по тротуару. Одна вода. Вот идем вот так вот. Я вот сейчас приносил там документы, там упался, скользнулся. Сюда набрал, они говорят, а где вы успели намочить документы? Совершать акробатические тренки горожанам приходится не только во дворах, но и на центральных улицах Тверинь. Подобная физкультура дается далеко не всем. Велика вероятность рухнуть в разлившиеся под ногами море талого снега. И зачастую весенними купаниями в грязной воде дело не ограничивается. Независимо от выбранного маршрута, конечный пункт для большинства тверетян находится в кабинете травматолога. Среди травм, которые амбулаторно стали лечиться, были переломы ребер, вывихи плеча, растяжение связок, ушибы. И тоже перелом лодыжек без смещения, переломы в области предплечья. С такими травмами горожане, не сумевшие выполнить пируэт на бездорожье, просиживают на больничных месяцами. Как рассказывает заведующая травмпунктом 6-й городской больницы Людмила Щербакова, с переломом большеберцовой кости пострадавший может просидеть в гипсе до 10 месяцев. Если же почти за год лечения кость не срастется, человек рискует навсегда остаться инвалидом. Такие случаи, по словам медиков, характерны для пожилых людей. Вместе с тем, статистика говорит о том, что претендентов на роль коллеги при таком состоянии пешеходной зоны, увы, немало. В связи с ухудшением погодных условий, количество людей, которые получили травмы во время гололюда, за выходные дни увеличилось. За выходные дни обратилось 28 человек, пострадавших от гололедицы. И за 1 апреля за один день обратилось 35 человек. Травмы разнообразные. 8 человек были госпитализированы с переломом голени, лодыжек со смещением. Примерно такая же обстановка и в травмпункте 7-й городской больницы. За помощью врача за сутки обратилось 19 человек. Медики констатируют, что статистика за 3 зимних и 1 весенний месяц практически не изменилась. Число пострадавших не идет на спад. А это значит, что горожанам в который раз остается надеяться только на погоду. Если только работникам ЖКХ не надоест отправлять людей в плавание за больничным в травмпункт. Алиса Титова, Станислав Конышев, РЕН-ТВ, Пилот.